С добрым утром, с добрым. Запись включили, все включили, все пошло. Телефон держу ближе, чтобы вы меня лучше слышали. С добрым утром всех. Я так рада вас видеть, так рада вас слышать. Прям не могла дождаться сегодняшней зарядки, потому что в понедельник у нас была такая крутая зарядка. Ребята, я еще раз хочу всем сказать спасибо вам огромное за такую нашу совместную крутейшую энергию, которую мы делаем. То есть такой фидбэк, который я чувствовала в понедельник от всех вас, вот эту любовь друг к другу. Блин, ну просто знаете, до сих пор мурашки. Я до сих пор помню эту зарядку, и эти ощущения останутся надолго-надолго. Давайте будем делать так почаще. Поэтому сегодня прям сильно-сильно ждала. У меня уже есть тема, о чем я с вами хочу поговорить основная. И еще тема. И на пятницу у меня уже есть тема, о чем поговорить. Так, ну сначала я хочу всем напомнить, и как раз здесь Светлана прислала анонс. Ребята, у нас через пару дней день рождения. День рождения у кого? У всех нас. Вот так бывает, что у всех нас одновременно день рождения, потому что день рождения нашего сообщества. И рассказываю анонсы. Итак, еще раз. В Европе праздник. Это будет. В Валенсии. Международный праздник. Это будет у нас в Таиланде. Но также вы еще празднуете по городам. Лидеры устраивают свои тусовки. Поэтому сейчас, внимание, Одесса. Светлана Ненова, она ежегодно устраивает праздник, вечеринку. Я знаю, что там проходит интересно всегда, очень прикольно. Во-первых, я знаю, как это проводит Светлана. И, ребят, Одесса. Внимание. Одесса. Кто 15 января хочет попасть еще на праздник? Включайтесь, бегом. Сразу после зарядки стучитесь мне, если вы не знаете еще анонс, где что будет проходить, стучитесь мне в личку, что Ирина, сроченько скажи нам, где этот праздник будет. Я вам скажу, дам контакты Светланы, она вам все напишет. Так, что такое? Не слышно? Тишина? Так, секунду. А ну-ка, ну-ка. Тишина? Где звук? Сейчас. Слышите меня сейчас? Алло-алло, рассказываю. 1, 2, 3, 4, 5. Есть звук. И все это время было слышно? Было слышно все время, да? Или нет? Или пропадал? Все было слышно, да? Значит, это какие-то эти, знаете, как люди специально подключаются вдруг. пишут неслышно, чтобы избивать спикера. Или просто подключаются и еще не включили свое аудиоустройство. Тоже, когда, это тоже, знаете, нам заметка всем. Когда мы нашим новичкам рассказываем, что приходите на зарядку, мы же их обучаем всему, да? В том числе пользоваться Zoom. Zoom тоже нужно уметь пользоваться. Для того, чтобы был звук у тебя и тебя было слышно, нужно тебе подключить аудиоустройство. Вот. Поэтому проводите тоже периодически такие вспомогательные тренинги для своей команды. Научите их всему, чтобы они были прошаренными, чтобы они умели Zoom пользоваться, всеми другими мессенджерами и вообще все другое, и были прошаренными, и знали все и обо всем. Все направления, все стороны, о чем ты их не спросишь, он об этом знает. Все. Итак, хорошо. Значит, вы меня слышали о Светлане и об Одессе. Итак, ребят, кто в Одессе, кто приедет в Одессу 15-го числа на праздник, бегом маякуйте мне. Ну, вот даже Светлана Ненова сейчас написала свой вайбер. Вы ей можете позвонить, записываться на этот праздник. Дальше тоже расскажите, если вы знаете, что у вас есть люди в команде в Одессе, то им маякуйте, что все, 15-го числа праздник. Дальше. Следующий праздник будет еще, который делает Виктор Коросюк. Значит, кто вдруг еще там не попал, не записался, тоже выходите на контакт. Вы по-любому должны знать контакт ТОПа. Ну, в любом случае, выйдите на контакт к своему ТОПу, и он вам скажет, что как. Вас свяжет с Виктором, и вы напрямую уже с Виктором, именно с тем, кто организовывает все, вы уже прям все решите, что, как у вас праздник. И сможете еще присоединиться, потому что сегодня уже 10-е число, и буквально вот еще пару дней, и уже будет наш день рождения. Есть. Значит, Светлана у Одессы давала анонсы. Все. Мы знаем. В общем, вы передавайте эту информацию, и тоже включайтесь, кто вдруг там как-то еще решается, ехать или не ехать. Как раз у меня есть сейчас очень крутейший пример. Это, наверное, пример вчерашнего дня. Один из наших лидеров, который едет в Таиланд с нами на наш праздник, и так случилось, что они там еще с командой, там еще так несколько семей командных, так получилось, что они другой отель себе уже заказали, оплатили. Ну, и мы говорим, ребят, ну мы же в нашем отеле все проводим. А они уже там все заказали, оплатили. Вот. Ну, окей. Живете вы где-то в другом месте, да, и как оказалось еще там совсем близко. И говорю, ну ок, тогда на праздник я договорюсь с нашими организаторами, которые нам делают праздник, то есть они же нам устраивают вечеринку, ужин, ужин в зале, ужин на пляже. Ну, договоримся, что к нам придут еще гости, и чтобы, соответственно, их включили в число гостей у нас на ужине. Ну, естественно, чтобы пропустили тоже на территорию отеля. У них там такая пропускная система прям серьезная. Ну, все, то есть мы договорились, уже все окей. И связываемся мы с лидером, говорю, все, все, то есть все можно. Мы все уже порешали, все, вы можете приходить, приезжать, все. И тут, говорю, сколько вас человек, да, то есть сколько вас человек, чтобы я сказала, на какое количество нам еще добавить людей, то есть все, кто живут у нас, понятно, и сколько еще добавим. И тут получается такая обратная связь. И мне лидер звонит, ну, пишет и говорит, что, Ирочка, вот как-то мне мои сказали, что, ну, это же как-то вечер, чужая страна, вот как-то ехать, а как мы будем ехать, как-то страшно, уже темно, а вдруг там то-се, то-те-те, это так далеко ехать, и вообще как-то это дороговато получается, и все. Ну, и я, наверное, тоже, как я их оставлю, ну, вот все там, и, знаете, офигенный пример просто. И сейчас я обращаюсь ко всем лидерам, к каждому из лидеров, кто уже лидер, и к каждому будущему лидеру, потому что здесь сейчас на зарядке присутствует огромное количество будущих лидеров вообще, и будет слушать еще в записи. Знаете, ребят, это такой важный момент понимания для лидера, что всегда ты ведешь свою команду, и ты всегда должен быть на шаг вперед, и твоя команда знает, куда дальше идти за тобой. Конечно же, я сразу ответила на такие все сообщения, говорю, во-первых, что там люди себе придумали, не придумали, это уже их дело, да, сейчас я пока их еще не знаю, например, да, все. Ну, первое, вы как лидер, ваше присутствие здесь обязательное на наших праздниках, на наших ужинах, то есть что значит, мы будем там праздновать, веселиться, а вы будете сидеть, ну, не знаю, то есть это как? То есть я такого себе вообще не представляю. То есть ваше присутствие там обязательно, оно даже не обговаривается. И следующий момент, говорю, все вот эти ситуации там, то, что, говорю, теперь разбираем, что люди говорят, страшно, долго, вечером, чужая страна, небезопасно, и все там ты-ты-ты, далеко ехать. Я говорю, во-первых, наши отели находятся пять километров друг от друга, ребят, пять километров, пять километров. Я сел из точки А в точку Б на такси и за пять долларов в Таиланде доехал. Я там была, я знаю. Я говорю, это первое, этот вопрос решается. Дальше все другое там. Страшно, не страшно, сели, приехали, и все. Дорого, недорого. Столько стоит ужин, столько стоит развлечения, столько стоит мероприятие. Это сейчас отдельный момент, да? Но про лидерство. Лидер всегда должен идти за своими еще наставниками. Запомните всегда на будущее. И вот сегодня у нас такая заставка. Никогда не отказывайтесь от того, что заставляет ваши глаза сиять. Понимаете, то есть, когда ты знаешь, что где-то там что-то происходит, но тут тебе говорят, блин, ну как мы поедем, ну как там что-то на этот вот, ну далеко, страшно, дорого, там все. А ты понимаешь, что тебе надо быть там, никогда в жизни не отказывайся. Во-первых, это как раз и есть проявление твоего лидерства. Если ты будешь следовать страхам людей, которые где-то исходят из глубин, то куда дальше будет развиваться твоя команда? Да? Вы почувствовали, когда вы что-то людям рассказываете, вы их ведете, вы им показываете, что делать. Они полны страхов, они полны неуверенности, они полны там еще. И что? Если лидер будет идти у них на поводу, команда никуда не будет двигаться. Каждый из нас каким представляет себе своего лидера, свою путеводную звезду, которая тебя ведет? Уверенным, решительным, смелым. Ключевое слово, да запишите себе, решительным. И запишите себе большими буквами, решительность. Знаете, я раньше это как-то так замечала, замечала, и потом выделила, и теперь прям почувствовала вот этот смысл. Когда мы общаемся там с Дмитрием Васадиным, там что-то делаем, да, то есть особенно когда мы вместе путешествуем, это вообще самый крутейший опыт. И когда что-то там, какой-то момент, он такой, так, ну, решительнее. Все. Вот это ключевое слово. Запишите себе. Решительнее. Будь решительнее. Все так. Решительнее. Все. Записали себе? Да? И каждый человек хочет видеть своего лидера именно решительным, который быстро принимает решения и ведет дальше за собой. Поэтому, дорогие лидеры, тоже сейчас начало года, у нас еще самое чудесное время, чтобы на весь год себе выстроить свой вот этот план, что ты ведешь свою команду. И даже когда у тебя будет стоять вдруг выбор поехать куда-то одному, а твои люди здесь там остаются, пока там что-то там не то, не то, не этот, и говорят, ну нет, ну ты тоже не езжай. Зачем он тебе... Оставайся с нами. Зачем ты поедешь? Ты что? То, никогда не делайте выбор в сторону того, что меньше. Всегда делайте выбор в сторону того, что больше. И все. И тогда будет развитие твое личное, развитие всей твоей команды. И вот так. Понимаете? Офигенный пример. Спасибо, ребят, вам большое. Конечно же, что лидер сразу говорит, класс, да, то есть она такая, посылает мне сразу поцелуйчики, конечно же, потому что какая, когда с вами лидер тоже, точнее, ваши участники с вами там общаются, они там, ну я что-то не знаю, там чего, чего они от вас хотят, ребят, чего хотят. От вас они тоже хотят решительности. И вот я себе сказала бы, Оля, ну да, ну конечно, это же так далеко, пять километров, ну что ж, вы будете ехать, это же небезопасно, вообще новая сторона, оставайтесь. Мы тут будем веселиться, у нас тут будет все офигенно, вы там себе оставайтесь. Вот было бы офигенно, да, конечно? Нет, конечно. Я говорю, что значит вы везете тут и не приедете? Я говорю, это даже не обговаривается. Просто никак. То есть по-другому эта ситуация никак не может. За ваше присутствие есть обязательно. Все. Вот реквизиты. Сейчас, кстати, скину вам реквизиты, потому что они ж новый день, новые. Все, сейчас скину реквизиты, быстренько оплатили, вы уже на празднике. Теперь следующий вопрос. Ой, дорого. Ну вот у нас семья три человека, на семью как бы дорого, получится вот все. А теперь следующий вопрос. Ко всем, всем просто, к лидерам, к участникам, всем, 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 понимаете? Ребят, а где мы с вами находимся? Мы находимся в том месте, где неограниченное количество денег и возможностей. Скажите, у кого-то есть, ну, кто-то получает здесь там какую-то зарплату, там, или, ну, тебе сказали, вот, тысячу в месяц, и все. Хоть прыгай, хоть скачи, там, хоть шпагат в воздухе делай, все. Тысячу в месяц, все, ну, максимум может быть какую-то премию, там, тринадцатую зарплату перед Новым годом получишь. Нет, у нас нет ограничений вообще. И в момент, когда тебе кажется, что, блин, как-то дорого, как-то чего-то, это для тебя просто сигнал. Слушай, так, я знаю, где взять деньги. Ребят, вы все знаете, где взять деньги? Все, просто все. Разве мы не знаем, где можно взять деньги? Для нас это вообще не секрет. Все, они у нас идут из денежного потока, и бери их в кэшфлоу. Это тоже тебе такой сигнал, а у тебя же еще есть время, то есть за, там, неделю до праздника, говорит, ну, не, ну, как-то дорого. А, блин, а давай ты соберешься такой, я найду эти деньги. Я хочу быть там, я буду там, я найду эти деньги. Встал себе и пошел фигачить. Сколько можно за неделю сделать? Да сколько хочешь. Надо тебе тысяча, пожалуйста, тысяча, надо тебе больше, десять, пожалуйста, десять. Да? Кто знает, как это делается? У кого так? Да, идут деньги, да? То есть за неделю можно? Конечно. И на три человека семьи, на ужин себе получить, и на все, на все. То есть здесь, опять-таки, от твоего желания. И делаем вывод, кто говорил своему лидеру, что, ну, 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 не, ну, мы не поедем. И лидер к кому хотел склониться? К тому, кто говорил, что у нас нет денег пока. Конечно, нет. Потому что нет. Не предпринимаются меры, чтобы они появились. И самое интересное, еще даже не появляется план действий себе на неделю. У тебя еще есть целая неделя впереди. Ты можешь их уже получить, а ты уже отказываешься. И при этом еще влияешь на решение других людей, которые говорят, ну, лидер говорит, ну, как это я их оставлю, как это все, как это я поеду развлекаться, они будут там. Просто, если ты будешь оставаться с ними и не ехать туда, где рост, ты никогда не вырастешь, и твоя команда никогда не вырастет. А вот если ты поедешь, то это большая очень вероятность, что в следующий раз все будут за тобой. И они будут тебя, ох, как быстренько догонять. Поэтому, ребята, для всех лидеров сейчас говорю, еще раз запишите себе это слово. Решительнее. Еще раз. Решительнее. Принимай решение. Быстро. И в пользу своего роста. И в пользу роста и развития твоей команды. Не в обратную сторону. Не стоять на месте, откатываться назад. Когда ты стоишь на месте, ты откатываешься назад. А вперед. Вперед. Да. О, Игорь сказал, расскажи про свой пример помады за 50 евро. Это чуть другой пример. Я его когда-то в будущем еще расскажу. У нас очень много новых людей, которые не знают еще. Это чуть другой. Это о другом. Хотя, может быть, он сейчас тоже... А, Игорь, кстати, он может быть сейчас тоже об этом. Ведь это тоже, он как-то дорого. У меня деньги были. И сейчас здесь тоже может такая же ситуация у ребят. У них, и уверена я по-любому, они у них есть. Просто они считают, что как-то, ну как это, столько потратить на ужин. Ну, во-первых, два ужина, во-вторых, с развлечениями и совсем-совсем другим еще. Да. И в-третьих, у тебя такого в жизни больше никогда не будет шанса. Потому что в следующий наш день рождения мне так нравится, когда говорят, ну я в следующий год с вами. В следующий год будет совсем по-другому. А так, как сейчас, уже не будет никогда. Единожды такое бывает. Все. Вот все, кто в том году с нами на корабль не поехали, в этом году говорили, давайте на корабль, давайте на корабль. Что это мы будем снова на корабль? Мы в том году там были. В этом году у нас уже замок, остров. Что так? Что так? Мелко корабль. Вот. Поэтому тут тоже момент надо разбирать. Итак, лидеры, дорогие, записали себе, представили себе, да, каким вы есть, какие ваши качества для того, чтобы развивалась команда, какой вам делать выбор. И когда ты чувствуешь, что что-то тебя как бы в другую сторону, вспоминай вот эту цитату, которую сейчас пишу тебе. Никогда не отказывайтесь от того, что заставляет ваши глаза сиять. То есть не может быть такого, что ты себе, блин, да, вот они там едут, там все это, а я тут буду сидеть, потому что, и начинается потом. И все, что звучит после, потому что, это отмазки называют. Тоже запишите себе и запомните. Когда вам люди говорят, потому что, это следует уже сразу отмазки. Это не причины, это отмазки. Все. Итак, читаем дальше. Следующий анонс. Дорогой город Николаев. У вас тоже будет праздник 15-го числа. Вера Кучерова у нас организовывает. Вера вообще красотка, молодец. И знаете, Вера, она вообще есть у нас, ну, для меня лично, одно из первых, с кем я познакомилась, когда пришла в наше сообщество. Это далекий 2015 год. А я только пришла, когда у меня там были какие-то мои люди, и я еще ни с кем не была знакома из Николаева. Потом я поехала, когда в Киев, познакомилась там с людьми, с участниками нашими тоже. Поехала с одной девочкой тоже в Киев, Аня, которая. И потом, и мне так казалось, что в Николаеве совсем нет людей. Ну, как-то так, да? А потом, когда я увидела, ну, там, у нас было следующее мероприятие, и я там увидела Веру, и она говорит, да у нас тут команда, да все то, и мы потом ездили и в Очаков, и еще там куда-то ездили. Кто бы смотрю, то есть на тот момент Вера уже была опытной участницей с большой командой, уже там была лидером какого-то там сразу уровня. Я такая, ух ты, класс! Вот, поэтому Веру знаю очень близко и долго. Одну из первых среди всех. И вижу, как сейчас очень активно, регулярно проводятся встречи. Я хочу сказать, что просто молодцы. И все, кто приходят на такие встречи, тоже молодцы. И тоже момент, ребят, когда вы знаете, что в вашем городе где-то проходят встречи, и вы вдруг делаете выбор. Блин, ну, что я поеду? Дома полежу на диване. Полежишь на диване, ничего у тебя не изменится. А поедешь на встречу? Это твое развитие. Это твой рост. И в том числе и рост твоего финансового благополучия. Тоже делайте выбор и решительнее. Просто решительнее. Это для тебя шанс. Те, кто проводят эти встречи, у них и так все хорошо. У них все великолепно. И те, кто приходят на эти встречи, у них тоже хорошо на душе. Ты можешь поделиться, зарядиться, обменяться энергией, знанием, опытом и получить какую-то такую пилюлю решительности там. Вот. Поэтому знайте по поводу встреч, которые проходят всегда регулярно. И при каждом случае едьте. Пешком, снег, гололед, неважно. Неважно как, но ты едешь. Вот. Итак, Николаев у нас встреча. Если вдруг что-то, еще кого-то пропустило, напомните сейчас, пожалуйста, в чате. Я сейчас посмотрю. Так, вы сейчас тут пишете. Екатерина пишет. Добрый день. Всегда знала, что обязательно поеду на встречу с мега крутыми людьми. Была цель заработать денег на эту поездку именно здесь. И получилось. Все в нашей голове. Екатерина, пока без фамилии, не знаю, какая именно Екатерина, та, которая едет в Таиланд. Да, у нас там есть такие. Все, видите? Появилась цель, и ты едешь. Угу. Да, Зоя добавляет дальше. Зачем тогда вообще ехать в Тай, если не быть на празднике и на торжественном ужине? Просто так отдохнуть и погулять можно и самому. Ну, согласна. Да, то есть спасибо, ребят, за такой классный опыт, за такой классный пример, который вот снова показал, что очень многое зависит от лидеров. Ну, вообще, наверное, 99,9% успешности команды зависит именно от лидера. и поэтому, лидеры, дорогие, будьте вот самыми-самыми крутыми. Знаете, чего хотят от вас ваши люди, они хотят от вас решительных действий, и чтобы вы вели их в рост и в развитие. Конечно, они вам будут говорить, ну, нет, ты посиди тут со мной, но на самом деле все хотят, чтобы вы их вели вперед и помогали справляться им с их вот этой нерешительностью, страхами и всякой другой вот такой вот штучками, которые в голове. Итак, Василий спрашивает, будут ли празднования в российских городах? Василий, Таиланд находится к вам очень близко, и все российские города едут, и лидеры едут праздновать в Таиланд. Вот. Все топы, абсолютно все топы, все топы потока кэш едут праздновать в Таиланд, и лидеры, и участники тоже. Поэтому у вас еще есть время, чтобы включиться и присоединиться к нам. По поводу денег я уже говорила, еще есть целая неделя, и вы знаете, где их брать. Все. 19-го числа прилетайте мы вам место на ужине забронируем. Все. Номер в отеле тоже найдем. Кто там еще даже будет лететь. Все. Все организуем, потому что находится все очень быстро. Например, сегодня у меня мы когда поехали поставили на сервис машину, как обычно, как по километражу, и я до этого заказывала сменный автомобиль, они там пока смотрят целый день, нам дают автомобиль, и мы на нем катаемся. А потом мы переносили. Просто у меня запись была на 29 декабря, а мы-то, конечно, в это время были в путешествии. Поэтому я им звонила и переносила на другую дату, ну вот на сегодня. И тот менеджер, который переносил нам, делал новую запись, он не указал, что нам нужен автомобиль. То есть он все, все полноте параметры перед этого, а тут не указал. Поэтому, соответственно, для нас сегодня не был готов автомобиль. И я говорю, ну как, нам нужен автомобиль, так сильно мне подходит, у нас сегодня очень много дел, туда и сюда, там все это, туфли мне еще купить надо к нашему празднику. И они такие, ну сейчас, сейчас, ну все, нашли, да, дают, а там коробка не автомат, механика. Ну блин, а мы не умеем ездить на механике. Мы такие, ну не подходят. Он такой, ну другой машины, ну нет, на автомате. Такой же стоит, стоит, ну хорошо, сейчас. Такой, пошел, приходит, ну нет. А мы сидим все, говорю, ну что значит нет, нам не подходит такой вариант. Он такой, понял, что мы непоколебимы, понял, что от нас просто к ней отделаться. Такой, ну сейчас. Что там, раз, того позвал, того позвал, того, то приходит, такой, ну вот, я вам дам машину, ну приедьте, пожалуйста, до четырех часов дня, потому что это автомобиль нашего коллеги, и ему в четыре часа надо будет ехать уже домой с работы. Мы такие, окей, приедем до четырех часов, и они молниеносно уже нашу машину взяли, то обычно, знаешь, там пока мы еще оформляемся, они там долго что-то там оформляют, а так молниеносно, она уже стояла у них в гараже, и уже там все, вокруг механики начинали там уже все делать, чтобы тоже поскорее закончить, нам до четырех часов все это сделать. Поэтому все будет и все случится так, как тебе надо. Надо тебе номер, надо тебе там ужин, надо тебе все, надо тебе машина, все-все у тебя будет, если ты себе принял решение. Вот. Так, что еще? А, следующее, как раз про деньги, когда нет денег, да, тоже тут знаете, где брать, да, и знаете, что делать. И следующий момент, когда ты хоть раз в жизни почувствовал, что тебе там что-то там не хватает, хотелось бы больше, в этот же момент, вот прям в этот момент зайди в кабинет, сделай новый взнос. Вот если ты прям, это вообще супер рецепт, если ты там сейчас идешь, такой увидел туфли, такой, блин, туфли, куплю себе как-то. Может быть, нет у тебя сейчас повода. Кстати, повод может появиться именно тогда, когда появятся туфли. Это тоже проверено уже не единожды. А вот. И такой, ну блин, ну куплю как-то, сейчас как-то что-то другое надо. И вот это тебе сигнал, зайди, сделай взнос. Прямо сейчас. Даже если ты вдруг утром зашел, пополнил свои потоки. Как только ты почувствовал, что, блин, ну как-то нет денег, или, ну даже не то, что нет, ну нет, не на то, ну на то, ну как-то посмотрим, ну потом может быть, ну посмотрим. Зайди, сделай взнос. Если ты это не сделаешь, все, то есть у тебя пойдет вот этот обратный, ты запустил, ты запустил энергию, что у тебя нет денег, а ты запусти в другую сторону энергию, что они у тебя есть, что ты богатый, у тебя есть деньги, потому что ты можешь спокойно инвестировать только сколько хочешь. Все, зашел, сделал взнос, и ты запустил другую эту энергию. Обязательно так делайте. Возьмите себе эту привычку, как только ты словился на мысли, что, ну что-то там, да, но потом, ну как-то не сейчас, сейчас как-то есть другие, зайди, сделай взнос. Даже если ты вдруг там планировал на них там пойти что-то купить себе там, не знаю, новый холодильник, поверь мне, иди сделай взнос. Это будет на многое, это, оно тебя в другую сторону развернет. А если ты выбирал, что тебе купить, или холодильник, или там то, или то, или то, или потом то не купил, потому что тебе же надо там холодильник, ты себя уговорил, да, уговорил на другое. Иди сделай взнос, не покупай ни то, ни то, оно тебе не надо сейчас, оно тебе ничего не принесет хорошего, что-то там с ним случится, что-то, ну, то есть тебе вселенная покажет, иди сделай взнос, то есть тебе нужно запустить, перевернуть на свою сторону работу своего денежного потока, на прибыль и на развитие. Вот. У меня сегодня, например, утро началось великолепно, потому что я на 50 тысяч евро запустила себе быстрых, да, классно, какие-то в очередной раз, да, всем того же желаю. Чтобы каждый день вы заходили, я себе так выстроила, у меня каждый день обязательно, даже смотрю, что сегодня у меня нет ни быстрых пополнений, ни стартовых, я как минимум точно себе пополню растущей, потому что это точно должно быть. Вот прям желаю каждому из вас, чтобы вы каждый день и утро начинали с того, чтобы вы добавляли в свои денежные потоки. И не тогда, когда надо, а вот просто так. Потому что тебе так хочется. И все. У тебя же вообще в жизни все так, как тебе хочется. И тут тоже. Я хочу, чтобы у меня они были всегда. Хочу, чтобы денег у меня было много, они были всегда и не заканчивались. Поэтому вот так. И так каждый день. Всем-всем этого желаю. Вот так. Я благодарю за зарядку, пишет Тамара. Благодарю. Благодарю вас. Тоже сегодня офигенная тоже обратная связь от вас. Я очень рада, что вы довольны. Люблю. Люблю это состояние, когда мы делимся. Я люблю вот это состояние, когда мы друг с другом делимся радостью. Поэтому делаем это. У нас получается офигенно. И вообще все, что мы делаем у нас, тоже получается офигенно. Кто-то нам здесь уже прислал приветы из Бангкока. Я знаю, что группа в полосатых купальниках в численности, наверное, человек 20 с чем-то уже сегодня в Бангкоке. А дальше они переместятся на Краби. Ребят, я к вам вылетаю в субботу. И скоро уже со всеми увидимся. Кстати, туфли сегодня себе купила за полминуты. Я поставила себе цель, что мне нужно купить туфли. Заехали вы просто покушать в торговый центр, тут в ресторанчик. И заехали не тот заезд, который прям близко возле ресторанчика, а тот, который чуть-чуть дальше. Ну, там было много мест для парковки. Ну, тут надо пройтись через торговый центр. Говорю, о, сейчас мы будем проходить и куплю себе туфли. Проходим. Как вы думаете, какой магазин? У нас же какой стиль? Shine, to shine. Магазин принцесс. Принцесс, принцесс, да, принцесса. И вот сразу стоят мои туфли. Говорю, о, а вот и мои туфли. Тут же примерила. Говорю, все, идеально. Берем. Вот так по пути в ресторан. Еще и купила себе туфли. Потому что так себе придумала. Вот так, ребят. Поэтому загадывайте сценарий своей жизни. Доверяйте миру. Будьте решительными. Откликайтесь на все сигналы, которые к вам приходят. Пользуйтесь всеми шансами, которые у вас есть. Если ты вдруг заехал не на то место парковки, не на тот вход, знай, что здесь, и придумай, что у тебя будет вот по пути, а не наоборот. Блин, ну что ж мы так долго стали? Придумай себе, что у тебя здесь сейчас будет по пути. И все. Потому что ты же не зря сюда приехал. А вот если бы мы приехали в другой вход, мы бы не проходили бы мимо. Я даже и забыла, что там есть такой магазин. А я все думала сегодня, где же мы найдем блестящие туфли, да, в Любляне, зимой. Вот так. Все. Верочка пишет, аналогично. Так я купила наряд полностью в одном магазине. Я так сделала в понедельник тоже. Я уже купила себе нарядов и на Таиланд, и на будущее путешествие по, там не знаю, где мы будем в феврале, в теплые края. Мы еще не придумали, куда мы поедем. И на будущее путешествие в теплые края я себе купила. И, наверное, еще и на Визну. Два пакета. Девочки меня там целовали просто, когда я выходила из магазина. Я говорю, боже мой, нам бы таких бы покупателей. Это потом я вам как-то расскажу, как еще можно в магазине. Со всеми общаться. Все, ребят, обнимаю вас, целую, люблю. Темки-бомки, пока-пока. До пятницы. В пятницу приходите обязательно на зарядку. Есть крутая тема, которую обговорим. Все. Всех обняла, поцеловала. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Пока. 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 Пока.